Итак, сегодня 14 июля 2022 года. Мы продолжаем нашу серию встреч по четвергам для белорусов. Очередная неделя прошла, очередные новости у нас какие-то накопились. Ну и как обычно, мы сейчас начнем с базовых, с философии поговорим минут 30. Потом перейдем к новостям. Ну и в конце, да, Валентина, доброго времени. В конце побеседуем на свободные темы. Зовут меня Алексей Новомович, по образованию инженер-программист. С 2014 года наблюдаю за развитием этого проекта. Слежу его просто вот как дитя, можно сказать, за каждым его шагом, за каждым его движением вперед, взлет и падение. Все это на глазах. Вот поэтому движемся только вперед. Ну и начнем традиционно с проблем в транспорте. Вот почему мы вообще эту тему развиваем. Потому как накопилось огромное количество проблем. Ну, начиная с пробок, аварий на дорогах, сложности передвижения. Вот, в общем-то, все это всем известно из нашей обычной городской жизни. Вот, ну, помимо проблем в городе, также, естественно, есть проблемы в грузоперевозках. Вот одна из самых таких больших проблем. Ну, которая, может быть, обывателю не сильно понятна, вот. Но она тоже существует. Контейнерные перевозки, загруженные порты. Мы видим на картинке здесь и огромное количество контейнеров, и видим огромное количество кораблей, которые пришвартованы где-то рядышком в приближной зоне. Вот, и которые ждут своей разгрузки. И это порой проходит целыми днями, там, неделями. Вот, и все это, естественно, отражается на скорости доставки, на качестве, ну и так далее. Вот, ну, где-то кто-то борется со снегом, как, например, у нас в наших широтах. Кто-то борется там с песками, так как немножко южнее в Африке, например. Вот это с паводками. То есть все климатические явления, они, естественно, отражаются на дорогах. Вот, ну, и, естественно, мы не можем этого не замечать. Где-то у нас это и выбросы газа, выхлопного газа, где-то выбросы, какие-то аварии связаны с нефтепродуктами. Тоже все это связано с транспортной сферой и тема. Вот, поэтому темы экологии никто не отменял. Вот, и тоже это очень такой большой эффект имеет на экологию. И даже, насколько я знаю по статистике, 80% загрязнений воздуха идет именно от автомобилей, что касается городов. То есть даже не заводы, не фабрики, а именно от автомобилей идет 80% загрязнений в городе именно воздуха. Вот, слава богу, на таких уже поездах не ездят, как на предыдущей картинке. Но, тем не менее, картиночка очень говорящая. Что касается строительства дорог, тоже проблема, она существует. То есть, чтобы построить, казалось бы, обычную дорогу, это целый ряд мероприятий. То есть, начиная от вырубки леса, что, естественно, опять же, влияет на экологию. Дальше идет, снимается плодородный слой почвы, делается определенная подушка, насыпь. Все это занимает время и деньги. Наверное, в основном время, потому что мы знаем, у нас строятся какие-то дороги из Минска, например, на Микошевич, или на Гродно, или на Ангелев. И занимает это целыми годами. Хотя можно все это делать намного быстрее. Более интересный вариант в развитии вообще в транспорте – это именно второй уровень. Есть множество, в принципе, уже докладов и опыт уже накопленный по поводу применения именно транспорта второго уровня. Ну и вот тут такие картинки красивые, но, тем не менее, они, можно сказать, мягко говоря, неэффективны. То есть, это большие такие массивные структуры, маленькая скорость. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хороший пример надземного транспорта – это в Германии, который мы каждый, в принципе, постоянно о нем говорим. Вот он действующий, он действует уже более ста лет. За сто лет было всего лишь две аварии. И то, как бы, по вине строителей. Вот, поэтому хороший образец для, так сказать, как дедушка, дедушка или прадедушка тех решений, которые на сегодняшний день предлагаются Анатолий Дарвичем Юницким. Вот, ну, можно пару слов сказать про канатные дороги. Кстати говоря, по-моему, Олег на прошлой неделе у нас говорил про канатные дороги, вот, насколько я помню. И именно многие люди не понимают, в чем отличие. Кто-то, ну, не многие люди, а некоторые, допустим, какая-то презентация там случается где-нибудь или выставка. Вот, а, ну вы как канатная дорога. Ну, как бы, не совсем, потому что очень много есть отличий. Вот. Ну, и в том числе, начиная от протяженности троса, вот, скорости движения троса. То есть, там все кабинки на тросе закреплены, а в струнном транспорте все это движется автономно. То есть, автомобильное, автономное передвижение. Вот, ну, переходя к, уже, в принципе, уже плавно перешли к струнному транспорту. Вот, ну, и переходя к нему уже более вплотную, уже решение, идеальное решение о транспорте, уже на сегодняшний день оно уже существует. Это уже не фотошоп, это уже реальные картинки. Струнная транспортная система уже очень-очень вплотную подошли к такой стадии уже внедрения. Вот, ну, и немножко окунаясь в технологию, мы видим, что струнный транспорт, он не то, чтобы, не от того, что ездит по струнам, а потому, что струны находятся у нас внутри в специальном рельсе, в струнном рельсе, вот, собраны в специальные пучки. Ну, и это, в общем-то, придает трассе, струнной дороге много-много преимуществ. То есть, начиная от длины самой такой рельсы, то есть, если в железной дорогах, там, по-моему, 30 метров длина рельса, то здесь может быть, там, и 300 метров, вот, и, по-моему, насколько я знаю, до 3 километров в другом немножко исполнении, но такие варианты тоже возможны. Это и, в общем, это и жесткость, это и гибкость. Ну, и вот пример того, что есть уже в Беларуси, в Марьиной горке. Вот этот пролет, это 400 метров. Ну, и мы видим такая ажурная, изящная ниточка на фоне неба, вот, и которая держит спокойно на себе подвижной состав, вот, по которому можно перемещаться. Трасса, мы уже неоднократно на нем катались, вот, и как-то периодически я поглядываю, мимо проезжая Марьиной горки, там проводится тестирование, то есть, трасса действует, вот, пассажиров перевозят, и в 2019 году, по-моему, она перевезла, ну, если в комплексе все взять трассы, по-моему, около 5000 человек за день было, проехало пассажиров, поэтому, ну, как бы, некое тестирование даже на объемах было пройдено. Вот, ну, и сам струнный принцип, он известен, в принципе, давно, то есть, в применении применяется в мостах, в антах мостах, поэтому, ну, как бы, тоже ни для кого не секрет, что, ну, в принципе, да, это вот пример транспорта второго уровня, мы видим, что нет необходимости где-то срезать холмы, где-то засыпать озера, то есть, мы просто, ну, грубо говоря, конечно, втыкаем такие вот опоры в землю, натягиваем струнные рельсы, у нас получается идеально ровная поверхность, которая не подвержена никаким климатическим погодным условиям, то есть, ну, то есть, это такая трасса, которая, как бы, автономная, на втором этаже, вот, и обладает рядом, естественно, преимуществом. Ну, и вот есть несколько вариантов исполнения дороги, видим, в серединке есть и двухэтажная, то есть, можно и сверху, и снизу ехать, есть просто жесткая, полужесткая и гибкая структуры, вот, ну, естественно, они применяются каждый в своем направлении, то есть, где-то в городе, где-то какие-то решения для междугородних перевозок, то есть, ну, в общем, вот пример станции, которая находится в Беларуси, мы видим эту фирменную конструкцию, снизу городской транспорт, сверху высокоскоростной, высокоскоростной по плану будет развивать скорость до 500 км в час, городской будет развивать скорость до 150 км в час, хотя, в принципе, такая скорость в городе, в общем-то, не особо-то и нужна, учитывая, что есть расстояние там между остановками 1-2 км, то есть, как бы, до этой скорости, в общем-то, и не успеет разогнаться. Ну, если взять в городе, в городском цикле, то средняя скорость, там, наверное, 40-60 км в час. Но, тем не менее, потенциал этот заложен, вот, и на более крупных, далеких, дальних расстояниях, естественно, все это может применяться. На предыдущем слайде был просто красивый закат в экотехнопарке, в Мариногорке, поэтому просто, так сказать, полюбоваться пейзажами. Вот, ну, автором технологии является Анатолий Дородович Юницкий, вот, который посвятил технологии всю свою жизнь, вот, и в школе, и в университете, и, в общем, огромное количество докладов, выступлений, конференций, испытаний. Был отдельно построен полигон в Подмосковье, в озерах. Вот одна из фотографий, вот, где именно первые были испытания самих струнных конструкций. И, в общем, проделана колоссальная работа за эти больше, чем уже, ну, или 40, даже больше, чем 40 лет. Вот, и вся эта работа, в принципе, уже вся эта школа, которая была наработана, сейчас уже положено, ну, многое, что уже передано в конструкторские наши бюро, которых уже, по-моему, больше 30, вот, и, ну, так, пару слов говоря про Анатолия Дородович Юницкого, и вот на сегодняшний день ему уже 73, вот, и он полон энергии, оптимизма, вот, и такой, ну, для, пример для подражания для многих наших сограждан, наверное, вот, которые кто-то ждет пенсии, там, скорее бы пенсия, там, 60 лет и уйти уже на отдых, вот, а Анатолия Дородович в свои 73 только, можно сказать, начинает жить, вот, то есть всю жизнь он, как бы, готовился к этому моменту, сейчас вот как раз-таки мы находимся в преддверии внедрения, то есть реализации его мечты, вот, ну, и планов вообще много, вот, если посчитать, разобраться все задумки, которые есть в его голове, в его книгах, монографиях, то там еще лет на 30 нам точно есть куда двигаться, вот, ну, и тоже переходя, вот, много книг написано, то есть струнная транспортная система, это не только использование на Земле, вот, ну, и говоря про его дальний план, это использование их в космосе, вот, ну, и отдельно тоже посвящены, ну, ряд книг, вот, и мероприятия проводятся постоянно, вот, но об этом чуть позже, вот, тоже пример книги Инженер, одна из последних, вот, ну, и переходя немножко в более техническим деталям, то есть мы видим, что вот коэффициент аэродинамического сопротивления в струнном транспорте, он намного, ну, фактически почти на порядок, то есть в 10 раз эффективнее, чем у обычного легкого автомобиля, ну, во-первых, за счет того, что он поднят над землей, вот, и идут обтекания равномерные, ну, и во-вторых, у него идеальная такая вот форма, как пуля, как, ну, или как, иногда смотришь сбоку, как летающая тарелка, вот, ну, которая идеально рассекает воздух, и, в общем-то, коэффициент аэродинамического сопротивления здесь минимальный, в общем-то, что и позволяет данному транспортному средству разгоняться до таких скоростей, как 500 км в час, вот, ну, и в дальнейшем есть в планах при использовании вакуумных труб, вот, как наподобие, как многие слышали про гиперлуп, до 1200 км в час. Вот, ну, и вариантов исполнения здесь множество, есть на 14 пассажиров, на 6 пассажиров, есть, если переводить это все в расход энергии, который тратится, то получается очень эффективное, ну, вот, здесь мы видим 0,93 кг на пассажире, то есть при скорости 500 км в час тратится на 100 км. Вот, поэтому эффективность очень высокая, КПД очень высокая, вот, иногда спрашивали, ну, раньше спрашивали, упадет, не упадет, вот, ну, мы видим, что есть специальные поддерживающие, такие вот ролики, которые держат очень крепко, вот, конструкция, мы видим здесь мотор-колеса, каждое мотор-колесо идет отдельно, то есть это не какой-то не центральный мотор, который движет все четыре колеса, это на каждое колесо идет отдельный мотор, то есть электромотор, вот, ну, это для примера, как вот, если сравнивать с тем же Тесла, вот, ну, и несколько раз мы тоже обсуждали, постоянно идут какие-то доработки, вот, интересная, одна интересная работа, так вот, вихретоковый замедлитель мы рассматривали, в общем, очень много таких нюансиков, которые мы вроде не видим, то есть мы смотрим картинку в целом, вот, но очень много таких вот ноу-хау, всевозможных разработок научных, которые внедряются, вот, и, ну, иногда мы их видим, замечаем, иногда не замечаем, но, конечно же, это все это есть. Вот, ну, если, подводя итог, такой небольшой итог к вышесказанным, то есть по капитальным затратам или стоимость строительства струнный транспорт, он минимальный по сравнению с, там, монорельсом, либо метро, либо трамваем, то есть минимальные затраты. По эксплуатационным расходам тоже минимальные, потому как нет необходимости там постоянно чинить, латать, вот, или чистить эти дороги, то есть тоже минимальные эксплуатационные расходы. По расходу энергии тоже минимальные, так как это электрокар, на стальных колесах, то есть минимум сопротивления воздуха, минимум электроэнергии, то есть, ну, в общем, тоже наиболее эффективный. По пропускной способности он является максимальным, то есть даже больше, чем в московском метро, ну, в силу того, что можно делать, очень гибко настраивать график, трафик движения, то есть это и размер кабинок, может быть, там, от двух пассажиров, там, до 30-60, и интервал передвижения транспортных средств тоже может быть вплоть до двух секунд, то есть каждые две секунды можно отправлять транспортные средства, это тоже влияет, это очень влияет на просто пропускную способность. Загрязнение окружающей среды минимальное, ну, как понятно, электрокар. Транспортная аварийность тоже минимальная, понятно, почему, потому что поднимаем над поверхностью земли, и мы уже сразу же избегаем столкновения здесь с животными, с людьми, и с другими машинами, то есть, ну, и, в общем, на порядок поднимается безопасность. Вот, ну, и вот проанализируя все вот эти вот столбики, глядя на них, мы понимаем, что транспортное средство является наиболее оптимальным по многим параметрам, вот, ну, и рассматривая всю линейку, то есть это с 2014 года, всевозможные конфигурации и составные, и, вот, то есть, ну, очень-очень много вариантов для самого, можно сказать, привередливого заказчика, вот, и даже грузовые решения, то есть для перевозки контейнеров. Изначально в бизнес-плане не рассматривался вариант строительства контейнерных перевозок, но вот, так сказать, веление времени, интерес заказчиков тоже, ну, в принципе, подтолкнуло разработчиков на то, чтобы и так тоже такое внедрение, такое же решение тоже использовать. То есть, вот, огромное количество сертификатов, вот, патентов, дипломов, то есть это все тоже есть в архивах, все это в публичном доступе это имеется, статьи всевозможные, участие в выставках, пишут студенты дипломы, причем дипломников как бы поощряется, это написание работ, проводятся конкурсы дипломников, то есть лучшие дипломники получают предложение идти на работу, то есть, ну, вот, пример у нас здесь, это был в Шарджа, в университете Шарджа студент защищал работу, вот, поэтому были у нас еще варианты из Австралии студенты, из Беларуси студенты, то есть из России приезжали, вот, которые, в общем-то, защищают свои работы, вот, на базе решений струнного транспорта. Недавно, совсем недавно, компания-разработчик прошла аккредитацию в Национальной академии наук, то есть, ну, и вот, одна из немногих компаний, частных компаний, которая смогла получить статус именно научной организации, то есть не просто производственная организация, а научная организация, вот, и на предприятии работает 11 кандидатов в наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны, то есть, ну, в общем, есть чем похвастаться, вот, есть чем гордиться, вот, и сама по себе компания очень многогранная. Ну, и вот мы тут тоже, как пример, как проводят совещания, то есть, так как сейчас, в настоящий момент, у нас 2 точки развития, одна находится в Беларуси под Минском, вторая находится в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эмирате Шарджа, вот, ну, и вот, когда Анатолий Дальевич находится где-то в Шарджа, то вот в таком формате проводят совещания, то есть, ну, и сама атмосфера, то есть, в принципе, довольно интересно, можно, так сказать, подсмотреть на внутреннюю кухню, как все проходит, ну, это не может не радовать. Недавно тоже был опубликован финансовый аудит компании разработчика, вот, мы немножко его рассматривали, то есть, увидели цифры, что деятельность ведется, есть фонд зарплат, то есть, ну, для тех, кто, как бы, любит цифры, те, кто всегда, ну, да, общается языком цифр, то есть, чтобы тоже определенный такой уровень открытости компании, то есть, пожалуйста, смотрите, все у нас в доступе, то есть, это бухгалтерский баланс был, вот, и отчеты там по движению денежных средств, все это можно тоже посмотреть в этих отчетах. Это одно из зданий в Минске, вот, на сегодняшний день в компании работает больше 600 человек, инженеры, дизайнеры, архитекторы, всевозможные, ну, юристы, то есть, людей очень-очень много. Ну, и вот это одно из, это второе здание, я почему-то картиночка полностью не подгрузилась. Так, сейчас, вот кусочек, вот, второе здание находится на железнодорожной 33, тоже адрес довольно символичный, вот, номер дома тоже красивый, вот, ну, и в этом же здании больше 10 тысяч квадратных метров, то есть, это десятиэтажное здание, вот, и, в общем-то, там уже комфортно все размещаются. То есть, в том здании у нас находятся, ну, если так, грубо говоря, мозги, вот это находятся у нас здесь руки в шабанах производства, ну, а вот здесь находится у нас в Марьиной горке испытательная площадка, где, в общем-то, все, что было сделано, запроектировано на железнодорожной, потом реализуется в шабанах и потом приводится сюда и здесь тестируется на скорость, то есть, какие-то проводятся оптимизации, то есть, ну, в общем-то, все это внедряется в жизнь. Ну, и вот мы видим тоже, это красивая фотография из экотехнопарка, мы видим вот много-много уже видов транспортных средств, которые находятся в движении, ну, это такой, получается, уже как целый город, вот, как второй слой, то есть прослойка, такая надземная прослойка, которая отвечает именно за транспортную сферу. Ну, и, в общем, такой очень интересный кадр. Вот, ну, и когда все это было построено, ну, в таком виде, в принципе, оно уже в 19-м году имело место, когда все это было готово в Беларуси, то проектом заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, и предложили тоже построить такую же площадку у них, то есть, как бы, были сомнения, что технология себя покажет хорошо в Европе, вот, но, а как насчет таких суровых климатических условий, как Объединенные Арабские Эмираты, то есть, жара, вот, неимоверная, вот, ну, и на что Антон Дорчевницкий сказал, что без проблем мы все сделаем, вот, ну, и, в общем-то, вот уже есть ряд картиночек, вот, многие у нас уже приезжали, там были, в 2021 году было огромное количество делегаций из разных стран мира, именно фото, именно журналистов, то есть, из разных континентов приезжали, освещали, потом этот наплыв журналистов постепенно перешел в Экспо-2020, посвященную выставке в Дубае, вот, ну, и во время Экспо было больше 100 правительственных всевозможных делегаций, которые приехали сюда в качестве, можно сказать, на экскурсию, вот, ну, вот, допустим, делегация из Африки, кстати говоря, очень много из Африки у нас потенциальных партнеров, вот, это делегация из Европы, были делегации из Индии, недавно совсем, причем порой делегации проходят профильные, вот, мы здесь видим, что тут связаны люди с транспортными сферами, были делегации из Австралии, тоже очень позитивные отзывы идут, ну, и вот один из отзывов Дейла Джексона, заместителя исполнительного директора консалтинской компании, спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего, я очень рад попытаться помочь им этому проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей родной стране Австралии, то есть, ну, и, в общем-то, это один из многих таких вот отзывов, которые накапливаются в книге отзывов, которые постоянно фиксируются, фотоотчеты, в общем, ну, и тоже сегодня расскажем про одну из таких делегаций. Ну, и переходя, так сказать, к планам на будущее, то есть, проект уже находится на пороге внедрения в реальную жизнь, то есть, на пороге строительства адресных проектов, вот, ну, и как это могло бы выглядеть в городе, ну, вот пример просто, допустим, как это могло бы выглядеть в городе, то есть, многоуровневые станции пересадки, и мы видим транспорт какой-то движет, то есть, ну, в общем-то, такая многоуровневая развязка. Вот так это могло бы выглядеть где-то за городом, то есть, башни, вот, ну, и очень интересная концепция, то есть, раньше, если мы живя в многоэтажке, чтобы куда-то переместиться, мы спускались на лифте вниз, то сейчас, вот, в таком реализации, чтобы куда-то поехать, мы можем подняться наверх, вот там, наверху, сесть на станцию, и, вот, поехать куда-то по своему маршруту. То есть, это немножко меняет принцип передвижения вообще, вот, ну, и открывает ряд, ну, интересных таких вот решений. Ну, вот мы видим здесь шахматный такой вот город, где освоена как прибрежная часть, так и водная часть, и, в принципе, люди могут спокойно жить вот в этих вот столбиках, которые находятся там, никаких у них нет ограничений по перемещению, то есть, поднимаешься на верхний этаж, садишься на транспортное средство и перемещаешься туда, куда необходимо. Ну, и вот, в общем-то, здесь для каких-то стран, у которых малые площади, либо, ну, в общем, то есть, горизонт использования, вариантов очень много, и, в принципе, мы тут тоже видим, что вокруг этих столбиков есть маленькие такие поселения, вот, в данном случае здесь польные домики, вот, ну, тут уже, как бы, фантазия у каждого, в общем-то, может, как ему нравится. Вот, ну, тоже пример линейного города. Ну, этот там был предыдущий пример шахматного расположения, здесь мы видим линейный город. Ну, и линейный город, это, по сути дела, вот, если представить, что в метро у нас в Минске, мы продлеваем, допустим, метро из Минска, ну, например, в Москву, ну, понятно, не под землей, а над землей, то каждые три километра у нас станция, да, а каждая, то есть, в общем-то, где станция метро, там всегда вырастает целый квартал, допустим, Каменная горка, целый, ну, можно сказать, микрорайон, вот, где живут десятки тысяч людей, так и здесь, прокладывая дорогу куда-то из одного города в другой, мы получаем фактически такой вот линейный город, вот, и живя в котором люди смогут перемещаться, ну, лежит, допустим, где-то, допустим, между Минском и Москвой, вот, но при скорости, там, 500 километров в час, то мы можем легко добираться как в одну сторону, так и в другую, и если надо там работать, то это, в общем-то, снимает все ограничения на перемещение, вот, ну, и, естественно, мысль не стоит на месте, то есть, над этим, над проектами работают архитекторы, уже появились идеи и горизонтальных небоскребов, то есть, если там мы видели купольные домики и такие небольшие, как бы, частные застройки, то есть уже вариант использования горизонтальных небоскребов, где ведение совместных хозяйств, ну, в общем, есть ролики на YouTube, можно посмотреть, как организовывается именно жизнь в таких вот кластерных поселениях, эти поселения могут быть какими-то специализированными, то есть, допустим, поселения там биологов или поселения там ученых, либо еще каких-то докторов, в общем, тут фантазия может разгуляться, вот, ну, и выстраивая вот такие вот линейные города, можно покрыть территорию Евразии очень плотной сеткой дорог, ну, и вот мы видим, что вот здесь вот пример, например, на примере Евразии можно все, да, выстроить целую сеть Транснет, транспортную сеть Транснет, то есть, есть сейчас у нас сеть и интернет, это сеть по передаче данных, вот, а сеть Транснет, это может быть такая некая сеть по передаче, ну, грубо говоря, передаче людей и грузов, вот, тоже такое новое некое определение, вот, ну, и говоря про планы Анатолия Дорчуницкого на будущее, то, что я говорил, что у него планов там еще лет на 30, так точно, вот, и мы видели книжку про струнные транспортные системы, про струнные транспортные системы не только на Земле, но и в космосе, тоже есть одна из его, в общем, одной из его идей и решений, это именно сделать общепланетное транспортное средство, которое бы доставляло грузы Земли в ближний космос, вот, мы тоже используем струнных технологий, вот, ну, и целая отдельная программа, вот, ну, в рамках вебинара, конечно, ее не рассмотришь, но она есть, кому интересно, можно узнать подробнее, вот, ну, и переходя к текущему этапу, на сегодняшний день мы находимся в преддверии 15-го этапа, согласно бизнес-плана, который был в 2014 году опубликован, вот, ну, и цель 15-го этапа достроить 20 километров высоко скоростной трассы, которая будет, ну, либо где-то в Беларуси, либо в Эмиратах, либо, может, где-то еще, вот, пока не определено, ну, и достроить трассу для контейнерных перевозок. Ну, и так как проект, ну, в проекте есть, естественно, люди, которые, про которых мы говорили ранее, это инженеры, архитекторы, дизайнеры, которые ручками делают, своими мозгами, то есть есть люди, которые финансируют, в любом проекте есть люди, которые финансируют деятельность данного проекта, вот, Ну и так как проект довольно масштабный, и когда все это начиналось в 2014 году, то чтобы потянуть такого объема проект, необходимо было привлекать не одного какого-то инвестора, а целую группу инвесторов. Ну и было придумано такое понятие, в принципе оно зародилось в Соединенных Штатах Америки. Ну и вот эта система привлечения средств через краудинвестинг, когда люди, которым нравится данная идея, вкладывают какие-то свои средства в разработку, ну и взамен получают некую долю. Поэтому те, кто финансирует технологию, через специальные кабинеты могут зарегистрироваться, выбрать себе пакет, который им нравится, закрепить за собой долю, которую он хочет получить, ну и в общем-то иметь в данном стартапе свою такую маленькую какую-то дольку, вот в которой в дальнейшем можно будет что-то с ней сделать. Ну и есть это и разовые предложения, есть рассрочки, вот есть, ну то есть вариантов участия довольно много, все это оформляется, хранится в реестрах, есть сертификаты, вот, и все это в кабинете можно посмотреть. Ну и почему выгодно поддерживать? Каждый делает, каждый принимает решения самостоятельно, вот, но если так кратко, то таких стартапов встретишь нечасто, то есть, а можно сказать, что это единицы, такие, ну именно глобальные, такие с большими амбициями проекты, вот, и в дальнейшем, вот, как, например, ну если взять историю, как строили транспортные решения, допустим, Панамский канал тоже строился за счет частных инвесторов, вот, ну и Панамский канал функционирует уже больше, там, больше 100 лет, а инвесторы до сих пор получают какие-то свои дивиденды. Здесь может быть такая же история, ну естественно, в случае успешной реализации, вот, и все это может передаваться и по наследству, вот, ну и это такая некая возможная пенсия, которая когда-то сможет человека поддержать, то есть, в один момент человек поддерживает компанию, в какой-то момент все происходит наоборот, то есть, компания поддерживает человека, ну естественно, при условиях успешной ее реализации. Ну и поэтому, кому идея эта откликается, вот, он готов поддержать, пожалуйста, изучайте, поддерживайте, вот, и проект будет двигаться дальше. Вот, ну и переходя сегодня к обзору новостей, новости у нас мы рассматриваем каждую неделю, что у нас происходит. Вот, одна из новостей мне очень понравилась, потому что это было, в принципе, такое, ну, довольно секретное, ну, так скажем, Антон Дорожич всегда разделяет, есть патенты, которые, в общем-то, публикуются, а есть ноу-хау, то есть, это как некие секретные части, которые, ну, нельзя освещать. Вот, а тут сделали фотографию, показали, вот, как, допустим, каким образом вот эти весь пучок струн, он крепится на самой опоре, вот, ну и в дальнейшем этот пучок струн, вот, мы видим специальными, вот так вот укладывается аккуратненько, чтобы ничто не запуталось, вот, ну и ходит куда-то вдаль. То есть, ну, вот, вот такой прям немножко секретной информации, можно сказать так. Так что, ну, это просто одна из новостей, вот, ну, и это, получается, у нас происходит на трассе номер 4, вот, длина 2,4 километра. Первый этап работы – это размотка стальных тросов, которые станут основой полужесткого рельса. Струнный рельс состоит из нескольких элементов. Защиту от внешних воздействий и передачи тока обеспечивает композитный корпус. Вот, внутри него находятся тросы из пучков стальной проволоки. Они делают трассу устойчивой к нагрузкам. Чтобы ускорить процесс размотки и снизить затраты, специалист использует специальную строительную технику, специальную тележку, на которую крепится катушка с тросом. Вот, каждый пучок укладывается в строго отведенное место, чтобы ничего не перепуталось. Вот, ну и вот просто пример того, как происходит сейчас работа в Шарже. Так, дальше у нас была очередная делегация. Вот, ну, в принципе, каждую неделю кто-то к нам приезжает. Бизнесмены, на этот раз бизнесмены из Ганы протестировали струнный транспорт в Шарже. Вот, это посетил у нас доктор Чарльз Квартенг Асафу Аджи и госпожа Эвелин Ягамфуах Асафу Аджи. Гости руководят ганской компанией в области инфраструктурных сервисов. Вот, ну и тоже видим улыбки, видим, что нравится. Вот, ну и тоже, как всегда, у них экскурсия по всем знаковым местам. То есть, это и в центр управления, и проехать, и линейный город посмотреть, и, ну, в общем, по полной программе, и, конечно же, все показали. Дальше, еще одна из новостей этой недели, это британская медиа, которая, в принципе, тоже уже нас полюбила, и неоднократные были публикации Railway Technology, разместила на своем сайте статью о преимуществах пассажирского струнного транспорта. Ну, и, в принципе, то, что мы сегодня обсуждали, коротенько, вот, по безопасности, что струнный транспорт оснащен противосходной системой, которая позволяет прочно удерживать состав на трассе даже в непогоду. Скорость маршрут контролирует автоматика, вот, поэтому риск аварии по вине человека снижен до минимума. Доступность. Доступность для путевой структуры струнного транспорта. Не нужны земляные насыпи, мосты, развязки, водопропускные сооружения. Это снижает расходы на строительство комплекса. Готовая стакада не требует постоянного обслуживания. То есть, ну, в общем, все, что мы обсуждали, коротко, все это, да, срок службы составляет более 50 лет, а подвижного состава до 25 лет. Высокая скорость. Струнный транспорт может перевозить пассажиров со скоростью 150 км в час. Это в два раза быстрее обычного автобуса. Интервалы движения и количество моделей может меняться в зависимости от пассажиропотока. За счет расположения над землей струнный транспорт не будет стоять в пробке. Экологичность. Благодаря надземному расположению струнной трассы не мешают движению вод и животных, а также позволяет сохранить ландшафт местности и плодородную почву для сельского хозяйства. Чтобы обслуживать трассу не нужны антиобледенительные соли, которые вредят окружающей среде. Транспорт работает на электричестве, наиболее экологичном виде топлива. Адаптивность. Струнный транспорт трассы можно проложить в регионах со сложным рельефом, с суровыми погодными условиями. В городах не придется рушить действующую инфраструктуру, потому что эстакады будут проходить над линиями электропередач, жилой застройкой и автомобильными дорогами. В общем-то, хорошая статья. Сразу, пока читал, вспомнилась недавний репортаж, кто не видел, посмотрите, про освоение Арктики. Было специальное видео, где-то 15-20 минут. Таким образом можно осваивать Арктику. То есть это тот самый суровый климат, где либо вечная мерзлота, либо летом наступает какая-то оттепель и все просто превращается в болото. И даже были попытки строить еще в советское время туда железные дороги, которые потом летом тонули в болотах. То есть, в общем-то, это то самое решение, которое может помочь освоить очень труднодоступные места. Ну и вот тут репортаж про арктические освоения довольно интересный. То есть недавнее видео можно посмотреть. Так, ну и продолжается активно у нас вестись работа нашими партнерами. То есть инженеры делают свое дело, партнеры, которые финансируют технологию, делают свое дело, проводятся конференции. Вот одна из конференций проводилась в Сербии. На мероприятии было около 110 человек. Вот многие из них узнали о проекте впервые. Ну, естественно, тоже очень многие удивляются, что такое есть, участвуют, инвестируют и так далее. Ну и переходя к новостям кабинета, то есть сейчас уже появилось интересное предложение Join24. То есть условия можно посмотреть в кабинете, где человек, который финансирует технологию, может сделать это быстрее. За скорость есть некое поощрение. То есть сделал вторую быстро, получаешь на третью еще больше. То есть, ну, есть такой вот прогрессивный момент. Ну, так что если кому-то кто-то хочет узнать подробнее, то милости просим в кабинет. Там все это будет подробно расписано. Ну и подводя тоже, мы несколько раз говорили про челлендж. То есть это не такой вот конкурс среди партнеров. Сегодня, 14 июля завершается первый этап этого челленджа. Вот, тоже будут подводиться потом итоги. Вот, победители будут получать какие-то призы. Поэтому тоже можно зайти в кабинет, посмотреть на свой статус. Так, ну, в принципе, на этом на сегодня все. Вот, Олег, если что-то есть сказать, включайся. Побеседуем. Вот, пока запись тогда я останавливаю. Продолжение следует.